Около 280 миллионов тенге на содержание пригородных электропоездов. С 10 июля в Североказахстанской области запустили дополнительный рейс по маршруту Петропавловск-Селькуль-Петропавловск. Билет до конечной станции стоит 800 тенге, а за один рейс здесь могут проехать 360 пассажиров. Алина Брыжанова расскажет подробнее. Вечер на часах начала седьмого, время московское. Через несколько минут на перрон прибудет электричка с сообщением Петропавловской-Селькуль. Ее уже ждут сотни пассажиров. Анар Нурхайдарова раз в месяц ездит в Россию к родным. Сегодня отправляется туда, чтобы забрать дочку с каникул. Говорит, теперь у электропоезда очень удобное время отправления. В Селькуле она будет в 11 часов вечера, а уже в 4 утра выйдет обратно в Петропавловск. Удобнее, конечно, электричка, что так ездит. В выходные там можно побыть, туда и обратно приехать. И цена дешевле намного. 800 тенге. Теперь из Петропавловска-Васелькуль каждый день отправляются два электропоезда. 8.55 и 21.36 по местному времени. Путь до конечной станции занимает около двух часов. Каждая электричка вмещает 360 пассажиров. А в месяц в обе стороны ездят более 17 тысяч человек. Можно утром уехать в Петропавловск, а с Петропавловска вечером назад домой ехать. К родителям. Ну, во время учебы ездить тоже так. Долго ждать автобусы. И то не всегда ходили. По-первых, автобусы запускали, а потом вообще на Ганькино перестал ходить. А до родителей езжу каждую неделю. А так вечером после работы раз на электричку сел и доехал. Раньше я ездила, когда маленькая была. Сейчас они намного лучше, чище стали и намного удобнее. Что бывает не успеваешь, а вечерняя электричка удобна. Ранее по этому маршруту также курировало два электропоезда. Но из-за реорганизации на Южно-Уральской железной дороге с нового года одну из них отменили. Почти полгода североказахстанцы были вынуждены пользоваться альтернативным транспортом. Больше всего неудобств это вызвало зимой. Из-за снежных заносов и морозов многие автобусы не выходили в рейсы, а дороги были закрыты. Люди не могли добраться на работу, а дети на учебу. Вопрос стали решать на республиканском уровне. В итоге электропоезд взяла в аренду АО «Казахстан-Темиржулы». По многочисленным просьбам жителей районов Кожжарского, Акаинского и Мужан-Жумабаева была запущена с 10 июля вторая электричка по направлению Петропавловской-Селькуль. Дала возможность жителям районов рано утром пребывать в областный центр и вовремя попасть на работу студентам на учебу. Сейчас заполняемость электропоездов всего 70-80%. С 1 сентября, надеются перевозчики, число пассажиров увеличится. В этом году на содержание пригородных поездов до станции Селькуль и Петухова из областного бюджета выделили около 280 миллионов тенге. Алина Боржанова, Владимир Поровков, Михаил Клазначеев. Новости МТРК.